Привет, красавцы и красавицы! Это я, Романочный Максималка. Я надел ковбоевскую шляпу, потому что солнце печет за бортом в данный момент 38 градусов. Это еще не крайняя точка. На сегодня я представляю, что там будет. Поэтому, чтобы не пекло, даже в съемочном павильоне приходится надевать вот такую ковбоевскую шляпу. Сегодня у нас с вами долгожданное сравнение, о котором я вам много раз говорил, что давайте поддержим лайчины видосы, тогда выйдет оно. Хопстара 20, колоночка 2020 года, которая стоит около 5000 рублей, против JBL Boombox, который в данный момент стоит примерно около 18000 рублей. В этом ролике я хочу разобраться, а стоит ли переплачивать за баз? Стоит ли заморачиваться и покупать Boombox, если вдруг может быть Хопстар А20? Может выдать примерно то же самое. Почему именно Хопстар А20 выступает против JBL Boombox, мне крайне нелегко объяснить, но потому что здесь декларируемая мощность, насколько вы помните, этой малышке целых 55 ватт. В тот момент, как у JBL Boombox декларируемая мощность от собственного аккумулятора составляет 40 ватт. И только от сети он выдает 60 ватт. Вот это вот все, симбиоз, вот это вот несостыковочек, мы сегодня с вами проверим. Посмотрим, насколько китайцы бюджетные приблизились по басу к вот такой вот серьезной системе, пускай даже и трехгодовалой давности. Ну и конечно, сегодня будет много басика и пассивочки будут гудеть. Погнали! Как говорится, чтобы совсем прям чуть-чуть стало повеселее, давайте сейчас вот этот вот зеленый кожух у Хопстара А20 откручим, чтобы хотя бы на одну из колонок видны были динамики, чтобы кач был максимальный. Мне очень нравится Хопстара А20, то, что здесь вот идеально реально пацаны сделали. То есть спокойно на шестигранничке, все прикручено, где-то примерно минуточку-полторы и все, и у тебя динамики на показ, и ты спокойно можешь там качать. Даже если вдруг тебе захотелось там навалить где-нибудь на даче, шестигранник кинул с собой и все, без проблем, можешь сделать красоту. У бумбокса тоже, в принципе, не все так тяжело разбирается, но это, конечно, намного займет больше времени. И бумбокс, в принципе, мы с вами видели очень много раз изнутрянки, поэтому я не вижу смысла его разбирать. Поверьте, кто не верит, вот так вот он выглядит лучше. Когда ты разбираешь, уже не так кайфово смотрится, вот такая вот атмосферность ему подходит. Так, у Хопстара А20, оба-на, вот так вот все снимаем. Здесь у нас, значит, получается огромный по центру низкочастотник и два среднечастотника. Вот здесь по бокам размещены, хотя изначально китайцы как-то неправильно указывают информацию. Они говорят о том, что наоборот, вот этот вот, типа, динамик за средние частоты отвечает, а этот два низкочастотника. Но потом уже, когда при тестах стало понятно, что, ну, 100% вот этот вот низкочастотник самый большой посередине. У него огромный магнит. Эту колонку я разбирал на канале Романочный Максималка, с которого вы сейчас смотрите видео, поэтому перейдите, посмотрите. У Boombox'а же, давайте я вам сейчас прям сюда вставлю картинку, чтобы вы могли посмотреть. Здесь у нас два низкочастотника, таких приличненьких, больших блинчика. И также есть еще два динамика. Это твиттеры отвечают за высокие частоты. Ну что, в принципе, наверное, на этом и все. Значит, больше, в принципе, эти колонки сравнивать никак не надо. Объясню, потому что, ну, а что сравнивать? Ну, здесь такой огромный провал по цене, что, конечно, от этой колонки мы не можем требовать коннекта, например, альтернативы коннекта. Ну, потому что здесь можно две спалить Hopstar A20, но нельзя подключить другие колонки Hopstar к вот этой вот красавице. То есть мы от нее не можем требовать какого-то офигенно стильного дизайна. Мы от нее не можем требовать какого-то звучания просто кристально чистого, чтобы там каждый середина, низ высокий были на балансе. Тоже не можем требовать, потому что все-таки изначально это вообще бас-колонка. Ну и плюс, конечно, бюджет не позволяет сделать что-то другое. Поэтому вот так вот прям тупо, слепо сравнивать нет. Мы просто вычленили один важный параметр. Одно такое, знаете, важную особенность, яркую колонки, за которую производители ручаются, это мощность, а именно по басику. И здесь уже интересно за батли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой вот у нас получился бас-тестик. Что мы из него должны понять? Первое, это то, что ваты у компании Harman, ну и в том числе у JBL, они свои. А у компании Hopstar они другие. То есть китайцы здесь накручивают 55 ватт, но при этом это, наверное, можно где-то делить на полтора, если на то пошло. То есть мы, опять же, мощность измеряем именно в ваттах. Здесь же что-то похоже, плюс-минус на реальное. Хотя, опять же, многие говорят, что у JBL тоже немножечко завышенные показатели. Я, может быть, соглашусь про колонки, которые там в серии PartyBox. Но мне кажется, все-таки, что касается того самого Boombox'а, свои 40 ватт заявленных, то он отрабатывает. По факту здесь на цифры, вот в этом противостоянии смотреть вообще бесполезно, потому что китайцы все равно где-то что-то намухлюют. Но даже если на то пошло, и, может быть, китайцы не шульмовали, то надо тоже еще сказать один важный момент. То, что если мы говорим о Boombox'е, то он просто поглощает эту комнату, он наполняет ее звуком, и ты себя не чувствуешь обделенным. А если говорим о Hopstar'е A20, то он в тебя просто как с пушки расстреливает басом, но напрямую. Он не обволакивает эту комнату звуком, то есть ему не хватает вот этого вот покрытия. Третий важный момент, то что эта колонка может играть на максимальной громкости, то есть ты вот этот плюсик прям до доталу повышаешь, и ничего не изменяется. То есть как она играет на 50%, так она играет и на 100%. Вот в этом весь и кайф, когда ты покупаешь фирменную акустику. Здесь же я, конечно, выкрутил на максимум звук, потому что, ну, по-другому тяжело было бы баттлить. Как-то, типа, здесь на 100%, а здесь что, на 70% поставить? Не вариант. Я поставил вроде бы, получается, и на 100%, но в тот момент, когда уже где-то играл, наверное, вторая композиция, я об этом пожалел. Потому что, конечно, начинает она на максимальной громкости моросить и слишком грязи много. То есть слишком много грязи. И это самое главное, что я уже не оцениваю ни середину, ни верх. Даже вот в басе слишком много грязи она перестает отрабатывать. Ну и последний, крайне важный вывод, что мы все еще должны при выборе колонки внимательно смотреть на амплитудно-частотную характеристику. Потому что даже при заявленных этих 55 ваттах, учитывая то, что здесь амплитудно-частотная характеристика даже более-менее честно написана китайцами, это получается крайне печально. Ну, крайне печально, когда ты соотносишь две эти цифры, 55 ватт и нижний порог амплитудно-частотной характеристики, это плохо. Здесь же, несмотря на то, что она вышла три года назад, здесь амплитудно-частотная характеристика в порядке. И даже эти 40 ватт спокойно могут показывать реально охеренный результат. Поэтому, что хочется сказать, что, наверное, все-таки, там вот-вот-вот все, когда перелопатите, там уже все за и против, наверное, надо сказать так, что, может быть, и не стоит гнаться за особо большой мощностью. Я вам не говорю, что покупайте, бегите сейчас в бумбоксе, потому что я понимаю, что это реально неподъемная цена для многих. Но в тот же самый момент вы должны понимать, что и Хопстар А20 это не панацея от всего. Ну, то есть, типа, вот если у тебя нет денег, пойди купи Хопстар А20. Да я, честно говоря, в последний момент уже как-то насчет Хопстар А20, ну, я вам и тогда высказывал свое мнение, что не скажу, что это фантастика далеко. Это не та колонка, от которой я прям кайфую у Хопстара. Но вот чем я больше это все дело слушаю, я хочу сказать, что она, наверное, узконаправлена. Она дико узконаправлена для аудитории, которые любят вот этот вот пердеж исключительно послушать на колонке. И все, наверное, плюс-минус. То есть, если бы я рассматривал вот в этом ценовом сегменте какую-то либо колонку, я бы, наверное, скорее всего обратил внимание, не скорее всего, а точно обратил внимание, учитывая положение, то, что в этом ценовом сегменте особо JBL мне не нравится, например, Flip 5, такое себе. Я бы обратил внимание на Anker Motion Plus, и это был бы, наверное, отличный вариант за эти же деньги. Там я бы реально кайфанул от звука, плюс она водонепроницаемая. Короче, очень много всяких фишек. Кто не видел ролик, заходите на мой основной канал, Романыч, там смотрите. Ну и в скором времени здесь на Романыч на максималках она тоже появится. У меня уже готовятся с ней батлы. Поэтому, если хотите новый батл, где будет представлена Anker Motion Plus, 2000 лайков прямо под этим роликом набирайте. И пишите, с кем ее забатлить, с кем бы вы хотели увидеть вот это вот противостояние. Пишите соперника Anker Motion Plus. Все, видите, погасло. Hopstar A20, это означает, что видос можно заканчивать. Огромное спасибо, что сегодня были со мной. Ссылки на две эти малышки в описании под роликом. На этом теперь уж точно все. Все, давайте, красавцы. Пока.